Продолжим наши с вами игры. Проблема полета. Как я думаю, вы уже поняли, с происхождением мажущего крыла возникают ряд очень серьезных проблем. Для всех совершенно живых существ по одной простой причине. Очень сложно соблюсти принцип сквозной адаптивности. Ведь пока крыло еще не до конца сложилось, какие-то преимущества владельцы крыла имеют или нет? Нет. А недостатки? Да. Ведь крыло – это часть тела. Вот. Поэтому проблема на самом деле хитрая и такая нетривиальная. Давайте посмотрим на примере птиц. Что известно сейчас о происхождении птиц? Значит, ну, традиционно происхождение птиц связывали с находкой такого маленького существа, размером с голда это существо было. В Германии нашли отменившие остатки. Ну, по сути, маленький динозаврик. Так, сходных с этим маленьким динозавриком остатков было известно очень много. Отличительная черта дна – отлично сохранившиеся отпечатки птиц. по сути дела этот маленький скелетик мог бы принадлежать, как я уже сказал, и совершенно тривяльному динозавру. И более того, известный динозавр из этой группы достаточно хорошо. Но дело в том, что вместе с остатками скелетами отменили и очень хорошо сохранились вот такие отпечатки. И так же. Опеление. Ну, ладно, нужно было бы сослабиться еще на, допустим, игру природы. Случайно формировался именно такой отпечаток. И на самом деле никакие это не пеи, это просто минеральное образование. Но дело в том, что найдено с тех пор, а это было в начале, извиняюсь, начало 20-го века. Вот. С тех пор найдено много подобных отпечаток. Не так, что много, но понятно, что это сеть. Что это не игра природы, да? Это действительно пеи. Вот. Плюс к этому. Найдены совершенно разные оперенные динозавры. Ну, разумеется, каменевшие остатки. И вообще не обязательно такие малыши. Значит, на севере Китая, допустим, не так давно лет восемь назад, найдены остатки динозавра, который был ростом человек, а по месяцам в пару раз больше, поскольку тело иначе скомпоновано. И этот динозавр был вполне дым. Та пеи являются не птичьим изобретением, а, скорее всего, динозавр. Причем, большая часть этих динозавров и не думала летать. Это массивные живые существа с хорошо развитыми бегательными конечностями. Вот. Никакой там не полет. Вопрос. А зачем тогда могли динозаврам понадобиться перья, если именно у них оперения формируются? Прикрываться? А чтобы прикрываться вот так? А чего прикрываться? Может, маскировка? Маскировка. А почему на кожу нельзя маскировочный участок? В смысле маскировочная окраска? В смысле, каждое перо можно регулировать? Регулировать для чего? И можно более определенную форму с, ну не знаю, более выгодной маскировкой. То есть, если ты так просто взял, так спрятался, то такая и есть форма, такая и есть. А вот теперь... О, эта проблема решается в живой природе несколько неожиданным путем. Значит, откуда мы знаем, что те объекты, которые мы наблюдаем в окружающем мире, объемные? Почему это мы знаем? Шкаф объемен там, я не знаю. У меня есть только статус. Нет, все очень просто. Потому как тени лежат к распределению теней. Если вы просто контурные линии, границы объекта нарисуете, вам будет совершенно непонятен объем означенного предмета. А если вы распределите тени, то лучше станет понятно, что выступает, что на вас выдвинуто. А можно ли на плоской совершенной поверхности сформировать цветовые пятна, имитирующие тени? Можно ли? Да. Конечно, можно. Художник на плоском листе бумаги рисует объемное изображение? Рисует. Очень широко используется природа. Но в одном из фильмов серии Planet Earth совершенно гениальный небольшой сюжет, как осьминог идет, идет, мошка в дно идет, он такой гурый, ну, осьминог, осьминог, садится рядом с коралловым кустом и за три секунды становится коралловым кустом, таким шипастым и так далее. В чем дело? Он не стал шипастым. Он себя раскрасил под распределение теней на кораллов. Вот. Так что вовсе не обязательно крутить пенинг, а красочка мастеровочная заработала всякая. Какое-нибудь другое более основательное предположение. Зачем? Что? Прикрепил глаза. К этой лапой можно. Размеры тела. Видимые размеры тела. О, кстати, идея интересная. Для многих животных это очень важная вещь. И вот такая штука, скорее всего, могла работать. Но тогда надо ждать развития оперения, прежде всего на конечности. Взял развил конечности и показывал, какой я огромный. Да? А пулочное оперение есть, торсовое. Может и в лес? Ребята, а зачем оперение птицам современным? В воде, чтобы не мочить? Так птицам, птицам зачем оперение? Не так слышно. Хорошо, аэродинамическая поверхность согласна. А еще? Согреться? Термоизоляция. Птицы какие существуют? А для моих зону. Гомеотер. Гомеотер. А вообще, мы же с вами разбираемся. Способность регулировать температуру тела на высоком, более-менее постоянном уровне. Это выгодно или нет? Выгодно. Это крайне выгодно. Так? Значит, и по современным представлениям, в той или иной форме теплокровность для динозавров была характерна. Немножечко не такая, как у нас с вами, млекопитающих. Немножко не такая, как у птиц. Правда, ближе к птичьему типу. Но оперение вполне, вероятнее всего, возникает не как приспособление к полету. Так? Значит, а как, во-первых, хорошие, действительно, универсальные маркеры при размножении, так называемые украшающие перья, которые возникают строго у определенного вида. Тогда уж своего с чужим не перепутают. И как способность термоэкулиции? Хорошо. Вы знаете, но возвращаемся к археоптерикусу. Скорее всего, это существо летало только планирующим образом, вроде белки и тяги. Так? Значит, на костях нет корпорации, то есть кости без воздушных мешков, грудина плоская, не имеет келя, а это говорит в каком развитии полетной мускулатуры? Планирующей. В слабом развитии полетной мускулатуры. Значит, то есть планируем, удлинение прыжка. Вообще-то, при эволюции планирующего прыжка сложно получить мажущий полет, активный полет. По одной простой причине. Вот представьте себе существо, которое планирует на расправленных крыльях. Скажите, ему на такой прыжок выгодно тратить побольше энергии или поменьше? Поменьше. Понятно, что поменьше. А для того, чтобы тратить меньше энергии, для этого должна быть подвижность плечевого сустава. Если плечевой сустав очень подвижен, то ведь вес тела, подвешенный крыльями, будет стараться вот так свести крылья. Понятно? Значит, чтобы этого не произошло, надо все время напрягать мышцы. Затраты энергии есть? Да. Такой плечевой сустав лучше иметь планирую. Не подвижен. Малоподвижен, жесткий. Так? А жесткий плечевой сустав способствует развитию мажущего полета? Нет. Нет. Так что видим, что здесь в общем-то противоречащее требование. Ну, хотя в эволюции все бывает. Допустим, можно себе было представить отбор на улучшение маневрирования в зарослях. Ну, вот такой планирующий зверь не в пустом поле, не в чистом пространстве планирует, а в достаточно пустых зарослях. В этом случае будет ли побеждать существо, которое лучше способно к маневрированию? Да. Ну, а для этого уже нужно иметь элементы управления кругом. Возможно, и такая вещь. Но, во всяком случае, археоптерипс сейчас никто не считает предками современных птиц. Это тупиковое звено, в частности, очень своеобразный один признак. Обратите внимание, как хвост устроен. Хвостовой отдел позвоночника у археоптерипса короткий или длинный? Длинный, совершенно динозавровый. Так? Иберия отходят от хвоста так же, как иголки на еловой веточке. Видите? Вот так две стороны. А у современных птиц, хоть у одной такое бывает? Нет. Скелетное основание хвоста очень короткое и и расходится веером. Веерохвост птиц все современные. Так что археоптерипс это, скорее всего, такой тупичок. Какие еще есть идейки по поводу происхождения современных птиц? Есть такая группа бегающих динозавров орнитомима. Так? Ну, вроде относятся они в группе сразу же подобные динозавры. Вроде бы похожи на остальных. Две у них особенности не очень понятны. Значит, во-первых, у них глазные орбиты, вот эта вот граница глазниц, так, припомнил на поверхности черепа. То есть, такое ощущение, что он какие-то такие цилиндрики тонкие, костюмы себе в глазник спустя. Так? У большинства динозавров такого не бывает. Вторая особенность. Странные ищи со скелетом кисти. Все кости с запястья срослись и образовалась пряжка. Количество пальцев кисти начинает редуцироваться. Вот эти два пальчика очень маленькие, остаются в основном эти три. Давайте сначала с кистью разберемся. О чем скорее всего говорит такое изменение кисти. Итак, кости запястья посрастались вместе, образовалась пряжка, боковые пальцы редукцируются, усиляются в среднем случае. А почему у птиц кисть изменилась? Обсуждалось. Ну, чтобы крепче было. Дело не только в крепости, а в другом. Попробуйте одним движением сложить или расправить кругом, перья в котором приросли каждому пальцу по отдельности. Вот у вас от каждого пальца свой пучок перьев идет. Да еще от запястья, от пястья и от предплечья. Ну, а теперь одним движением пробуйте сразу сложить и расправить. Расправить удастся сложить. друг на друга будут натыкаться. Что надо сделать с количеством лучей для того, чтобы получить веер, который складывается и расплатывается одним движением? Уменьшить. То есть изменение скелета кистью ордитомимом говорит о том, что были оперенные ребята. Складывались питьевые вееры. Так? А теперь приподнятая глазница. Нужно это может быть для одной единственной вещи. Поверхность глаза нужно ли защитить ороговевшей прочной копкой? Нет. На самом деле можно. Какие живые существа пошли по этому пути? Века. Смех. Да, конечно. Но если эта поверхность ороговевшая и прочная, так? Любой даже сам прочный материал со временем царапается. Да. Царапается. что с качеством зрения при этом происходит? Ухудшается. Ухудшается. Что надо делать? Заново чистить. Заново чистить. Змеи сбрасывают веки во время линки. Вот эта пластинка старая и стертая сбрасывается во время линки. как каждая рептилия змеи сбрасывают внешний слой кожи периодически. Теперь представим себе курицу, которая решила периодически полинять, сбрасывая внешний слой кожи. Скажите, а пири это что? образование кожи. Точно так же, как наши волосы и наши ногти. Это производная кожа. Как будет выглядеть курица, которая решила полинять по образцу змеи? сняли шкуру полностью вместе с переном. Скажите, в таком состоянии летать можно? Напряжно. Бритая курица летает плохо. Так что для птиц вот этот код закрыл. А теперь смотрим. Голова у нас перена, а перена. вороте представьте себе. Вы что, бритый наглый? Как скинхем? Голова конечно оперена. С чем связана терморегуляция, то есть поставить температуру тела для головного мозга поддерживать надо? Будьте добры иметь здесь термоэзолюционное покрытие. Отлично. Теперь у нас есть пилиа. Роговые жесткие пластинки, сложные формы, малого вес, подул ветер или на голове. Куда лезут перья? В глаза. А если это во время полета, когда надо четко отслеживать любое перемещение, что с таким пилотом? Ледит пилот, а ему в глаза все набивается. Как надо устраивать глазницу? Защиту приподнять края глазницы немножечко над поверхностью человека. То есть на самом деле признаки орнитомина говорят, что ребята были скорее всего первыми. И как сейчас играется задача? Питальность примерно так же, как в род дракончике, крупное насекомое, но когда говорят крупное насекомое. насекомое, действительно крупное, отлично. тракончике. Значит, ну а дальше? А дальше несколько разных игр. Первое предположение, аплодирующие движения. На открытом пространстве высокие заросы, в которых прячется насекомое, так? Как их оттуда выгнать? Если вы пробовали когда-нибудь выгонять жуков из пустыля, то должны знать, что сделать это очень трудно. Потрясти там его. Ага, потрясти каждую веточку отдельно. И вы будете ходить вокруг большого куста и обтряхивать. Ведь орнитомин мужики нужны не для коллекции, а чтобы пообедать. Это значит, сколько их надо? Может, испугать? А сделать надо очень просто. Подойти к кусту и сделать так. Взять его ветки все схлопнуть. Так? Что при этом сделать насекомое? Выскочил. Почему-то ветки бьют. Да? Аплодирующее движение. Скажите, пожалуйста, а какая москва задействована при аплодирующих движениях? Большая грудная. Те же самое. Движение то же самое узкость. Свел, развел передние конечности. Так? Значит, если действительно-таки это были основные охотничьи приемы для орнитолита, то оказывается, что развиваться вот этот тип движений будет без всякой связи с полетом. Просто как элемент пищевого поведения. Но дальше больше. Допустим, вылетели. Вы когда-нибудь пробовали муху поймать на лету? Да. Ну а как это легкая задача? Не сам. Значит, необходима очень высокая подвижность, необходима способность быстро менять траекторию движения, то вся эта группа старалась подобной динозавры. Очень легкая конструкция, отличная бегунная была, суть по всему. Очень неплохо маневрировали. Но как можно повысить степень маневренности? Вот, чтобы, несмотря на высокую скорость, нужно было моментально гасить, моментально разворачивать, резкий прыжок, как у рыва. Но дело в том, что воздух это менее плотная среда, чем больше плотная площадь. Больше площадь, а беги уже для терморегуляции растут. Ну и как раз. Если мы ставим бегевые пучки на передние конечности и получаем складные веера, насекомые, туч насекомых поднялась. Наша задача перехватать как нужно больше. Надо очень резко двигаться, маневрируя для расковы насекомыми. Значит, вот такие веера на передних лапах могут помочь? Да. Разумеется. Для этого надо уметь их молниеносно складывать, расправлять и ударять им по воздуху с большой силой, потому что воздух малоплотный. Здесь нужна порядочная силу ударить. Обратили внимание, какие движения при этом происходят? А ровно те же самые. В результате оказывается, что комплекс признаков, которые затем приведет к образованию активного полета, начинает складывать и оттачиваться совершенно не по полу полета, а в качестве одной из форм охотничьего поведения. Так, в прошлый раз мы с вами говорили о такой особенности эволюционного процесса при адаптивности эволюции. Вот смотрите, весь набор свойств, необходимых для развития рабочего крыла, при помощи которого можно взлететь, отбирается и оттачивается не для полета, а для другого. Вот он сложился, и после этого оказалось, что его использовать можно еще для другого. Как нужно себе представить переход от одной формы использования к другой? Ну, в данном случае очень просто. Вот, угнули старый, так, обхлопля, побегали, похватали те, кто не успел разлететься, а кто-то успел разлететься подальше. Как можно попробовать их достать? Прыгнул повыше, высоты прыжка не хватит. Я замолотил по воздуху изо всех сил. У меня же есть вера, но с полтора уже есть сильная. Если я омолочу по воздуху изо всех сил, складываем меры, складываем веры, что с моей траекторией прыжка? Увеличенность. То есть это такой своеобразный затяжной прыжок, только не вниз с аналитом, а вверх, в задобычу. При этом будет ли происходить отбор на лучшего прыгуна тирать глютуна? Да, конечно. Да, конечно, потому что это просто выгодно. Я добываю ту пищу, которую остальные, кстати, заметьте, добыть не могут. Это мой законный ресурс. В результате, по палеопологическим данным, кстати, в среднем юре очень многие совершенно разные группы рептилий пробуют освоить порат. Иногда возникает фантастическая конструкция. Допустим, известны вот такие. Ну, вот схематично скелет такой ящерки. А летательная перепонка у него натянута вот так и вот так. Сколько крыльев? четыре. При этом какие более крупные? Задние. Задние. А ходить как? Они не ходили, они лазили, как белки литяги. Значит, но у белки литяги, пока она не в прыжке, вот эта мембрана растянута или она сложная и прижатая? Сложная. Она сложная и прижатая, она не мешает. А это, скорее всего, были существовать типа древесных ящериц. Судя по строению самих кистей и стоп по корне когаков, которые были на лад. И они неплохо лазили по деревьям и совершали такие длинные планирующие прошли. Значит, лет пять назад были найдены остатки совершенно фантастического зверя, опеленные. Динозаврик маленький, то есть то, что называется один из возможных предков птицы. Только у него опеленные оказались и передние конечности, и задние. То есть тот же самый вариант, только не теразаровое крово, а вот такое перьевое крово. Представить себе как летал этот друг вообще очень сложный. Ну, хотя пара французских мастеров, один из них палеонтолог, а второй инженер по самолетам как раз, предложили модель, при которой такой динозаврик мог летать. Скорее всего, в этом случае вот эта пара крыльев использовались как несущие поверхности, просто как крылья планера. Да? А проталкивало вперед, то есть в качестве винта, работала пенькая пара. Но, как легко заметить, посмотрев в окно эволюционных потомков, такая конструкция не получила. Вот мы немножечко с вами разобрались, как сейчас представляют эволюцию ранних этапов птиц. Не через планирующий полет, а наоборот через совершенствование динамической беговой охотничьей части. Подруливание при охотничьих прыжках, аплодирующие движения и так далее. Вот теперь можно к продракончику возвращаться. до сих пор, до сих пор. Продолжение следует...